После 90-х годов, после Советского Союза, взяли и отдали кому-то, да, приватизировали как бы. Я тогда не был мэром, так что не моя вина, изменить что-то было сложно. У нас есть школа Григория Ивановича Котовского, где он учился, опять же в собственности. И сейчас дед, который в собственности, это школа, он хочет продать. Я его попросил, чтобы никому не продал, мы хотим найти деньги, купить ее и вот создать там музей. Я вам буду очень благодарна. Сегодня мы проедем, покажу. Я хочу вам представить жительницу, коренную нашего города Ханчешты, Мария Григорьевна Котовская, внучка Григория Ивановича Котовская. Я, Мария Григорьевна, мы чуть начали разговаривать. Перед тем, как познакомиться со всеми, я такое немножко вступление сделаю. Я хочу сказать, что первое добро пожаловать домой. Спасибо. Ну что я могу сказать? Я доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, преподаю в двух вузах. То есть я ваш коллега по тяжкому труду образования. У вас, правда, детки? У меня тоже детки большие. Не знаю, вот с кем легче, с большими детками, с маленькими. Вот, конечно, дедушка, который здесь родился, и для него, и по дневникам, и по воспоминаниям отца, бабушки. Это, конечно, родина, самая настоящая, любимая он очень много. И писала, говорила о Молдавии. С другой стороны, я еще, которая родилась в Москве, выросла в Москве, в русской культуре. Но я считаю, что, собственно говоря, вот это единение культурное, оно всегда есть. Дай Бог, чтобы оно было дело историков, дело, собственно говоря, людей, которые занимаются вот такой серьезной государственной, управленческой, муниципальной работой, общественной работой. Это вот это пространство не разрушить, а всеми силами его удерживать. Вот здесь памятник от реставрира, получает новую жизнь. Я вам очень искренне от себя, от всей нашей семьи очень благодарна. Спасибо вам большое. Распоряжением мэра города Ханчеште, привет, награждается посмертно званием почетный гражданин города Ханчеште Григорий Иванович Котовский. Спасибо. Советский военный, политический вентиль, участник гражданской войны за сохранение и распространение культурно-исторических ценностей. Примар города Ханчеште Александр Батнаев. Браво! Браво! И вот это мне так, память о вашем дедушке, почетный гражданин города посмертно. Вы знаете, я хочу сказать, спасибо большое. Если позволите, мы обсуждали с господином примаром одну тему. Может быть, я рано ее поднимаю, может быть, нет, но раз произошло такое событие, произошло награждение, я считаю, что будет сказать правильно. Было бы справедливо, абсолютно справедливо, если бы останки Григория Ивановича Котовского перенесли из города Подольска и состоялось перезахоронение в городе Ханчеште. Мария Григорьевна, невооруженным глазом видно, что вас переполняют эмоции сейчас. Расскажите, что вы чувствуете? Ну, самая большая эмоция, это, конечно, невероятная благодарность и прекрасному мэру, и всем людям, которые сохранили, сделали необычайный подарок мне и всей нашей семье, сделав Григория Ивановича Котовского почетным гражданином, наградив медалью. Я думаю, что вообще вот такая память – это самое ценное, что есть. И, конечно, знаете, иногда мы говорим такие слова официальной благодарности, но здесь у меня действительно переполняет чувство, мне даже слезы подступили к глазам, потому что я настолько благодарна людям, которые это сделали. Действительно, я понимаю всю сложность этого поступка. И я просто горда, что на родине моего деда есть такие люди. А скажите, пожалуйста, что мы и вот подрастающие поколения, вот самое главное, что мы должны знать и помнить о вашем дедушке? Вот если говорить серьезно, то самое главное – это любовь к родине. Понимаете, не потерять то пространство любимое, пронизанное светом людей, которых уже нет, которые досталось нам по наследству. Сегодня не раз упоминался дом, в котором родился, вырос Григорий Котовский. Можете тебе поподробнее рассказать, какова судьба этого дома, что с ним сейчас? Ну, после распада Советского Союза меня тогда не было. Я тогда занимался бизнесом, в молодые годы в то время женился. И поприватизировали, да, и школа, где учился Григорий Иванович Котовский, и даже дом, где родился и вырос Григорий Иванович Котовский, который, он был как музей у нас в городе. Все вот это растащили после 91-х годов, как и заводы, так и памятники культуры, да, у нас в Молдавии, к сожалению. И сейчас мы думаем об этом, чтобы один из этих моментов, или же дом, или же школу, как-то купить, вести переговоры и воссоздать музей города, музей Григорий Иванович Котовский. Очень много благих дел делал Григорий Иванович Котовский, который даже, я хочу сказать, что он был одним из инициаторов тоже Молдавской государственности здесь на месте, после всех этих войн, которые были первой мировой войны в то время. Сама личность Котовского, она легендарна. И в первую очередь для нас, как для его соотечественников, как для людей, которые родились на этой земле, Григорий Иванович прославлял наш край. Григорий Иванович боролся за справедливость. Григорий Иванович относится к тем людям, которые стояли у истоков создания новой эпохи. Этой эпохи, которая породила целый цивилизационный проект, который достаточно долго существовал и очень успешно. Это проект, это Советский Союз. Современные учебники не касаются такой легендарной личности, как Григорий Иванович Котовский. И это большой минус и упущение. Прежде всего, наши с вами, нас, как граждан Молдавии, которые, может быть, не настояли в свое время на то, чтобы как-то более серьезно подойти к этому вопросу. Это упущение историков, это упущение политиков. И обязательно мы должны восстановить эту справедливость и объективно осветить для нынешнего поколения, для следующих поколений, личность Григория Ивановича Котовского. Эта история более глубже уходит в те года, во времена Григория Ивановича Котовского, до 1925 года. Он, к сожалению, был убит в 1925 году. Это время очень, и все, что касается него, на самом деле, было плохо изучено. Поэтому все это дело надо поднимать. Это был успешный управленец, это был успешный лидер, который не просто вел за собой людей, а который мог создать серьезные вещи и помогал людям.